мы всех приветствуем и сегодня у нас 14 занятие по книге святости природа и тема которую мы начнем это библейская критика сегодня мы рассмотрим принципы изучения торы какие есть какие наши какие не наши принципы и в следующий раз божьей помощью будем разбирать подробно все аргументы библейской критики которые она приводит и давать на них ответ и так библейская критика псевдонаука библейская критика это как бы научный метод изучения священных писаний почему как бы научный потому что в его основании лежит предположение которое никогда не было доказано это приложение что предположение что пророчество невозможно из этого предположения последователи библейской критики пришли к выводу что 20 не имеет божественного происхождение да поскольку вся тар основана на пророчестве а пророчества они считают невозможно значит и тор интерес а написано человеком да а следовательно нужно выяснить кто ее сочинил когда а для какой цели и так далее то есть исходя из того что пророчество нет, значит, Тору написал человек, начинаются все исследования библейской критики. Этот подход изучается во многих учебных заведениях по всему миру и в том числе и в Израиле. Поэтому стоит уделить этому подходу внимание. Интересный факт, что в создании и в развитии библейской критики принимали участие также евреи. И это напоминает вопрос, который задавали сыны Израиля после выхода из Египта. Есть Бог среди наций или нет? В книге Шмот, 17.7. Когда человек переживает особенно глубокий опыт, одна из возможных реакций – это полное отрицание. Бывают какие-то болезненные, сильные опыты, переживания. И психология говорит, что человек часто склонен их отрицать. Например, отрицание катастрофы возникло именно из-за той огромной травмы, которую она оставила после себя. Или же, например, откровение на горе Синай было настолько сильным и страшным переживанием. Его влияние оставило такой отпечаток на коллективной душе евреев. Поэтому неудивительно, что вот эта склонность отрицать само откровение, она есть и сейчас, и была сразу же в пустыне. Мы видим, что постоянно у евреев возникают сомнения. И вот это, то, что евреи в этом сомневаются, это как раз вещь не какая-то новая, а идет прямо история. Есть Бог среди нас или нет, как они спрашивают. Часто библейскую критику путают с научным изучением Танаха. Но это два совершенно разных направления. Нужно поставить, различать. Библейская критика определенное направление, которое мы сейчас будем разбирать. Но при этом научное изучение Танаха, в нем нет ничего плохого, и оно очень ценное. Что такое научное изучение Танаха? Это использование инструментов науки, объективных наук, физики, биологии, лингвистики для изучения слова Божьего, которое дошло до нас. Например, ман, который ели евреи в пустыне, Тор описывает при помощи слов, которые нигде больше в Танахе не встречаются. Я их тут не стал переводить. И был он как семя гад белое, и вкус его как цепихит с медом. Вот эти два слова, они встречаются только в описании мана. И самого Танаха значение их понять невозможно. Без устной традиции или без каких-то научных фактов. И это можно выяснить, например, обратившись к ханаанской литературе, к языкам родственным ивриту. И когда мы поймем через это, что такое гад, что такое цепихит, это знание нас приблизит к пониманию этого стиха. Таким образом, научное исследование Библии, то есть при помощи инструментов науки, оно не то же самое, что библейский критик. И оно как раз очень ценно и может нам сильно помочь. Это первая часть на сегодня. Есть какие-то дополнения? Если мы вернемся обратно, давай к картинке предыдущей. Если по отчеству невозможно, то таранье с неба – это даже не вопрос. По отчеству невозможно, таранье с неба. Кто ее написал? И это действительно предположение базовой библейской критики. Но называть ее не наукой я бы не стал, или псевдонаукой. Просто потому, что еще много-много других наук такого же типа, так же устроено. Ну, например, скажем, биология исходит из того, что революция не могла быть свыше. Поэтому надо найти, как она была самостоятельно шла. Все наверно, что мы не согласны с этим принципом. Но из этого не следует, что это псевдонаука. То есть, просто наука, вся наука ограничена. Библейская критика – это определенное направление науки, идеологизированное. Но есть очень много идеологизированных направлений науки, особенно в истории и во всем прочем. Это с одной стороны. Поэтому надо было сказать, что это одна из форм науки гуманитарных, которые вообще не обладают, в принципе, доказательностью такой, которой обладают науки естественные. И уж тем более математика. Это все совершенно как бы разные уровни. Но, опять-таки, лженаука – это, мне кажется, темен неправильный. Это наука, а вся наука гуманитарная, она вся недоказуема. Это первое, что я хотел сказать. Действительно, она идеологизированная. Второе, что важно, библейская критика все-таки не взялась с того, что пророчество невозможно и таранить с неба. Совсем не это было источником библейской критики. Источником библейской критики было то, что в таре имеются некоторые странности. И вопрос, как эти странности объяснить. Ну, например, повторяющиеся отрывки с систематической разницей в этих отрывках. Что в одних отрывках такой, потом в другом другой. И из этого возникает, то есть, само по себе, то, что юблейская критика как бы анализировала текст, это как раз все вполне интересно. А вот то, что она дальше делает выводы, что раз мы так проанализировали, а поскольку пророчество невозможно, то ее написали несколько людей, вот в этот момент становится она как бы, ну, или не научный вывод, или гуманитарно, который, как я уже сказал, гуманитарная наука – это совсем не то же самое, что естественная наука. И в этом смысле не надо термин «лженаука». Это такой идеологический гуманитарный подход. Теперь, очень важно было, я не знаю, будет ли дальше, о том, как это потом было использовано в алдаизме. То, что наработано, наработано было библейской критикой, как потом было объяснено, как разные божественные подходы. И это в этом смысле, опять-таки, то, что она сделала, это очень положительно. А поэтому я бы ее «лженаукой» называть не стал. И она не взялась из стремления отрицать опыт. Это неверно. Стремление отрицать опыт – это совсем-совсем-совсем не к библейской критике. Это просто к атеизму. Библейская критика была сделана людьми, которые имели идеологию в XIX веке и, соответственно, ее продвинули. Но не потому, что у них было сильное переживание, и они хотели сильный опыт, и они его хотели отрицать. Никакого такого опыта не было вообще. А вот противопоставление библейской критики, как научное изучение Танаха, в некотором смысле, это один из видов, способов научного изучения Танаха, как вся наука вообще. Не надо науке давать гуманитарный такой кредит, как естественный. Как вся наука, она весьма зыбкая. Вот и все. Если можно, такой вопрос. Я осторожно его задаю. Мне кажется, что то, что ты сказал, и в перечислении на Рава Шерке. Рав Шерке, мне кажется, искать простыми словами, понятными нам, в категориях современных, примитивных людей, скажем так. Я хочу сказать, что библейская критика – это заказной проект. Его заказали люди, которые, атеисты, которые лишь поставили свои цели доказать, что Бога нет. Точно так же, точно так же, как и вопрос. Сейчас, секунду. Точно так же вопрос. Я нет на него стопроцентного ответа. Но я могу только предполагать. Сама-то сказать, например, теория Дарвина, которая, естественно, была использована, как некоторые инструментарии в борьбе, с религией, с божественным видением мира и так дальше. Но вопрос, сам Дарвин – это была заказная вещь? Он изначально стал этим заниматься, теорией эволюции. Для чего? Для того, чтобы бороться с религией? Думаю, однозначно нет. Думаю, однозначно нет. Более того, мне кажется, что… Я не хочу это говорить грубовато, но, простите, я сейчас не нахожу более простых слов. Мне кажется, что говорится, на варе шапка горит. Я не имею в виду никого. Но то, что Раф Шерпи сам это говорит, это означает, что он пытается отбить тот самый аргумент. Почему? Потому что то, что он начинает с пророчества, это означает, что его критика, библейской критики, она совершенно не объективная. Потому что он как будто из его слова вообще звучит смехотворно. Опять, я извиняюсь. Почему? Он как будто говорит, библейская критика – это не научно. А библия, она научная. Вот я научная, а они не научные. Это вообще не смыслный разговор. Это нет. Во-первых, Раф Шерпи не говорит, что я научный. Он просто противопоставляет библейскую критику научному изучению Танаха. Он не религии ее противопоставляет, а науке. Научное изучение Танаха – это не то же самое, что библейская критика. Но мне кажется, что у меня есть критика – это часть этого. Но... Но ты делаешь, что это часть этого? Но... Сейчас Дима Капелевич читает курс, который вполне как бы в рамках нашего изучения удаизма. Я просто... Его курс называется «Историография в Танахе. Двоеточие. Между мифом и историей Медрашом». У него он все время пользуется одним и тем же методом. Ну, не одним и тем же, но его главный метод он такой. Он берет, сравнивает тексты, которые написаны на одну тему или говорят про одних героев. Написано в разных местах. Он берет то, что написано в пророках. А потом в Евроемии. Вот что-таки... И показывает, что они не соответствуют педаль, что он с этим делает. Он, он, естественно, он не делает вывод, как делать библейские критики о том, что Бога нет, и все, это множественность источников, что это творение рук человек. Он не это говорит. Но он, он из этого говорит. что у них были свои, соответственно, политические, идеологические, социальные причины, чтобы так писать. То есть он опять говорит о том, что разница, разница не в том, что здесь было божественное слово написать так, а где-то написать так. А он говорит, нет, это люди используют для того, чтобы продвинуть свою адженду. Не раз в его занятиях, не раз в его занятиях. Люди спрашивали, а как вы, религиозный человек, можете... Да они чувствуют, что это что-то очень близкое к библейской критике. Окей, да, я, во-первых, то, что ты говоришь, это действительно все очень правильно и интересно, но Дима Капелевич проводит это с Танахом все-таки, а не с Тарой. Это немножко разные вещи. Это нельзя... В основном, да, но он сравнивает разные книги. Да, 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 я согласен, я согласен, да. Но, 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 во-первых, авторы библейской критики были людьми религиозными. Это были протестантские священники, если я не ошибаюсь. Можно проверить. Поэтому не то, что они считали, что правилотчество невозможно и таранить с неба. Вообще это не было им интересно. Вот Виргаузен, вот который здесь. Если я не ошибаюсь, проверьте. Мне кажется, Виргаузен был священником. Да, да, это все протестанты, ну, кроме... А, да? Но он не понимал, что он взрывает вообще основу, на которой он сидит? Нет, он не взрывает. Он считал, что он не взрывает. Потому что у него был другой подход. Например, например, что есть некое общение. Он вовсе не то, что он в Бога не верит. Он считает, что это не диктовка Бога, а некое божественное чувство человека, которое по-разному преломляется. Например, возможно, самые разные подходы. В общем, если вернуться к этому предыдущему слайду, если можно, еще да, вот эта логика появилась невозможна. Поэтому таранить с неба, кто ее написал, когда и для какой цели. Вообще не сказано, что он... Послушай, не сказано. Написано, что он был немецкий симметолог, родился в семье литеранского священника. А, да, профессор теологии, правда. Профессор теологии. Да. Ну, окей. Профессор теологии не совсем священник. В общем, Могутин родился. А затем профессор Востоковения. Ну, окей. Окей, хорошо. Хорошо. Не в этом может быть детали. Но не в этом дело. Первые два пункта не важны. Пророчество невозможно и таранить с неба, поэтому, кто ее написал. Это совершенно необязательно. Могут пророчество возможно и таранить с неба. Это вовсе не значит, что ее не написали разные люди и для разных целей. Потому что, может быть, таранить с неба не в том смысле, что это Бог диктовал, а в том, что это чувство некое религиозное. Это очень сложный вопрос. То есть, я согласен с критикой библейской критики, но не согласен ни с тем, что она исходит из невозможности пророчества и таранить с неба, ни с тем, что это стремление отрицать опыт. То есть, оба эти пункта возникновения библейской критики кажутся мне неверными. А что верно? Что они заработали научные теории изучения текстов. И решили применить его к Библии. И применили, получили очень интересные результаты. А дальше, как толковать эти результаты? Это следующий вопрос. Я последнее, может быть, на эту тему. Для меня это важно. Мне кажется, есть некоторый общий вопрос. Когда мы берем какое-то явление, в данном случае берем текст. Значит, текст, текст, в нем, насколько я понимаю, выявляется глубина, когда этот текст, он неоднозначный, неоднородный. Если это просто текст типа видеозаписи, Вася пошел к Пете. Невозможно ничего сделать. Но если в одном вести написано, Вася пошел к Пете, а потом написано, Петь пошел к Васе, а потом написано так, а потом написано так, а зачем это? Значит, если, если, и тогда возникает большой вопрос. Насколько я понимаю, еврейская традиция и мудрецы говорят, если ты что-то видишь, что тебе непонятно, то проблема, проблема твоя, то в смысле, что тебе не есть смысла докопаться, почему, почему в одном месте написано про очень важные события, вообще не написано. Про тфилин, что у мужа тфилин был на голове, как он его накладывал. Про очень многое вообще не написано. А какие-то вещи, которые нам кажутся, что он второстепенный, женить бы там, я не знаю, сватовство, как это, или за кривки. Два раза огромный секунд повторяется практически одинаково. Ну, зачем это? Говорят, нет, если бы это писал человек, ты бы сказал, ну, послушай, редактор плохо работает. Ну, все. А если это написано пророчество, а если написал муж Эрабейна, значит, надо копать. Вот здесь, мне кажется, действительно заключается главное следствие, главное отличие. Библейская критика, как я понимаю, она говорит, нет, это не божественная рука сказала, здесь напиши длинноту, а здесь напиши коротко. Нет, нечего здесь копать. А мы говорим, говорят, нет, копай, и ты поймешь смысл жизни в этом. Это принципиально-идеологическая позиция. Да, я согласен здесь, да, да. Хорошо. Окей, пошли дальше. Теперь немножко разберемся с происхождением этого метода историческая справка. Первым, кто выдвинул такую идею, которая стала потом библейской критикой, был философ Барук Спиноден. В своей книге «Богословско-политический трактат» он утверждал, что то, что Тура не была передана Муше с неба, а была составлена из нескольких источников в более позднее время. Впоследствии это утверждение было развито французским протестантом по имени Жан Астрюк, который заметил, да, как многие из нас замечали, что есть одни и те же истории, да, в книге Берешит, в одной Бог называется как Илухим, а другой называется как Хашем, да, четырехбуквенное имя. И он из этого сделал вывод, что есть два источника, да, которые были соединены более поздним редактором. И окончательную форму эта теория приобрела в книгах немецкого теолога Вильхаузена и изучение библейской критики современное, как правило, базируется на его методике. Хотя есть и другие методы. Итак, Вильхаузен утверждал, что у Торы есть пять различных источников, которые были объединены редакторами. К такому выводу он пришел после того, как проанализировал текст, обнаружил в нем пять разных стилей. Например, автор иногда называет Бога именем Элоким. Бог, да, то, что переводится. Иногда именем Хавая, да, или Гошем, или Господь, как это принято переводить. И пришел к выводу, что есть автор, один автор, которого он назвал Элокист, да, будем так называть, и есть автор Хаваист, да, тут у него буквы латинские, да, и он их назвал, соответственно, двумя источниками. Источник Е и источник Джей. По мнению Вильхаузена, библейский редактор, который жил уже после того, как монотеизм распространился в Израиле, объединил два этих имени в одно, Авая и Элоким, да, которые тоже потом появляются у нас в второй главе, Берешит, да, и он назвал это источник Джей. И, да, там, где Бог называется Господь Бог, таким, да, третьим именем, да, который состоит из первых двух, Ашем и Элоким. А еще один источник, Жреченский кодекс, так называемый, это у Коинов была своя Тора, которая занималась в основном вопросами ритуального культа, и поэтому предполагается, что тексты, посвященные жертвоприношениям, были написаны Коинов, то есть у них был свой кодекс, который там описывал правила, как им служить в храме. Кроме того, административные записи, такие как свитки родословий, переписи населения, перечни городов, стоянок, переходов, он также приписал Коинам, так как предположил, что священники, они исполняли также роль чиновников, да, которые там ввели все записи. Пятый источник, это книга Дворим, да, или Второзаконий, или Деутерамино, да, он его назвал источник Д. К нему также относят книгу пророка Ишаи. Почему? Потому что в книге Дворим есть существенное различие по содержанию и по стилю в сравнении с остальными книгами пяти книжек. Например, вера в то, что Бог один, да, исходное предположение Вильхаузена состояло в том, что евреи во времена Муше верили во многих богов, да, то есть в одном месте он называется Элуким, в другом месте называется Ашем, да, первая мысль, что значит это два разных бога, а потом их объединили, да, в Торе об этом не упоминается, да, но потом как бы это все пришло к монотеизму, да, было объединено, да, и во второзаконии уже есть четкие там указания, что Бог один. И отсюда он сделал вывод, что автор Дворим, книги Дворим в второзаконии жил в гораздо более позднее время. И в итоге получается пять источников, да, которые он обозначил вот этими латинскими буквами, и в итоге они были отредактированы редактором Тора, который их соединил в один текст, и он обозначил его буквой Р, редактор. Нетрудно заметить почти детскую поверхностность этого метода. Вильхаузен столкнулся с текстом, содержащим внутренние противоречия. Вместо того, чтобы понять смысл, который за этим скрывается, он поленился разбираться с этим и заявил, что текст написан разными авторами. Ну, легко сказать, когда это какой-то древний текст, когда мы действительно не знаем его происхождение, не знаем людей, да, и в очень древние времена было не принято приписывать тексты каким-то авторам. Но если мы применим ту же самую методику к более современным книгам, можно было бы точно так же изучать Рамбама. В «Путеводителе растерянных» стиль письма, идеи явно отличаются от тех, что в Мишне-Тура. Но и в самой книге Мишне-Тура есть противоречия между разными главами. И тогда можно было бы сказать, что это писали разные авторы. Тот, кто написал «Путеводитель растерянных», не писал законы молитвы Мишне-Тура. А тот, кто написал законы молитвы, не писал законы царей. Но в таком объяснении есть принципиальная проблема. Потому что мы знаем, как подтверденный исторический факт, что Рамбам существовал, что он написал обе эти книги от начала и до конца. Он ближе к нам по времени, и мы знаем, что он был, и что у него были такие книги. Но если бы мы не знали о нем и разбирали бы таким же методом, могли бы точно так же сказать, что это разные авторы, он же там противоречит себе. Я всегда для этих случаев привожу «Войну и мир». «Война и мир» явно у него разные стили, а некоторые, главное, писаны по-французски, но явно писал другой автор. Язык совершенно иной. Да, забавно. простой пример для тех, кто меньше знает «Амбулу». Да. Но дело не в том, мне кажется, в самой критике к этому подходу тоже существует методологически неправильный подход. Нужно исследовать, как может соединиться такие противоречивые вещи, а не говорить, что он поленился или еще что-то. Вильхалзен был очень глубокий и неленивый человек. Ему так показалось. Это ошибочная точка зрения, на мой взгляд. Потому что сначала было пять, потом появилось следующие анализы восемь, потом двадцать таких источников. В этом ошибка, но она вовсе не в том, что он поленился или там неуглубленно изучал. Я с вами совершенно согласен. Поленился это совершенно неверный подход. Смысл этого такой объективно. Надо было бы сказать, в Таре есть несколько слоев. Слой такой, слой Е, слой G, слой П, слой Д. Вот эти слои можно выделить объективно, а вот делать вывод, что это разные источники, вот это уже ни на чем не основанный вывод. Вот как собственно оба строительства наука. Окей, прекрасно. Пошли дальше. То есть можно было бы сказать, что это писали разные авторы, да? Нет, нет, еще раз, когда мы говорим, когда Вильгаузен делает вывод, писали разные авторы, это, конечно, смешно просто слушать, потому что применение к любой современной книге, мы видим, что это вывод неверный, но когда он выделяет слои, то это очень разумно. когда он слои называет источниками, вот в этот момент он делает ошибки. Но это не из-за ленности, а просто у него подход такой, здесь дело не в ленности, он очень много всего проработал и прокопал. Еще можно было попытаться сказать, что противоречия у одного автора возникли из-за рассеяния или разочарования в прошлых идеях, да, и поэтому нет смысла пытаться их разрешить. Еще один пример. Недавно было опубликовано исследование о книге Кузаре, автор которого сделал радикальный вывод. Ведь в одних местах раби Иуда Аливи проявляет склонность к философии, а в других местах он ревностный националист, который видит в земле Израиля, в народе Израиля центр творения. И автор исследования из этого сделал вывод, что мышление раби Иуда Аливи можно выделить два периода, ранний и поздний. В первом он склоняется к философии, а во втором к национализму. Следовательно, можно разделить разные части книги Кузаре на четыре типа. Главы раннего периода, главы позднего периода, главы раннего периода, содержащие зачатки мышления позднего периода, и главы позднего периода, содержащие отголовки мышления раннего периода. Главным недостатком этого исследования является то, что величие Раби Иуде Оливии оценивается в нем столь мелкими критериями. И тем более это верно в отношении книг пророков, в отношении Танаха, где авторы их, пророки, они не только сами выдающиеся люди, более того, они передают слова Бога с небес, который сотворил этот мир полной противоречий. И было бы странно, если бы в Слове Божьем не было бы никаких противоречий. Поэтому следует серьезно относиться к противоречиям внутри текстов вообще, тем более внутри таких глубоких текстов, и не объяснять это такими смешными объяснениями, а видеть сложность и неоднозначность Божественного послания и не пытаться отрицать это. Окей, хорошо, прекрасно, пошли дальше. Слесогласны, по-моему. Так, теперь тема посложнее. Разберемся с тем, к какой идентичности или какой личности обращается Танаха. Еще секундочку. Какой личность человек Танаха обращается? То есть, кто читатель Танаха, правильно? Не читатель, а личность, кому этот текст как бы написан. Читатель может и другой. Которая обращается? Ну, каждый текст, он кому-то обращен. К читателю. Ну, не факт, да. Война и мир там обращена к читателю, а подобные как бы пророческие послания. Еврейскому народу, человечеству. Окей, хорошо. Окей, попробуем дальше. Вот с этим и стоит разобраться, да. Еще одна характерная черта, присущая библейской критике, это отчужденность от текста. Именно так изучают Танах на кафедре библеист. Поскольку это метод научный, то он требует объективности. Причем даже если исследователь Танаха – это еврей, который изучает на кафедре, то он изучает Танах как древний текст из книжного шкафа своих отцов. Если бы в наличии был другой текст, он бы его изучал как национальное наследие. И при таком подходе остается ему только анализировать авторский замысел с помощью объективных литературных методов. Но Танаха – это не просто книга древней мудрости, случайно оказавшаяся в шкафу его предков. Это книга о еврейском народе и о послании Бога к еврейскому народу. И поэтому принципиальным для понимания Танаха является знакомство с той личностью, к которой он обращен. Мы видим, что текстуры регулярно обращаются к некой личности. «И сказал Господь Моисею, чтобы он сказал…» Вот эта фраза постоянно повторяется в Танахе. То есть кто-то обращается к кому-то, чтобы тот передал его слова третьим. Вот это очень важно, кому идет обращение. Это видно из самого текста. То есть текст обращен к определенной идентичности, который называется «сыны Израиля». И субъективность, присущая личности сынов Израиля, является неотъемлемой частью этого послания, то есть послания Всевышнего. И понимание этого послания, что все это говорилось, если мы исходим из того, что это говорилось, а не как библейская критика, что это пророчество, то там все время имеется в виду, что послание направлено к определенной идентичности, к определенному обществу, народу и так далее. Приведем пример. Если бы мы могли поговорить с театральными зрителями эпохи Шекспира и обсудить с ними, какие ассоциации вызывают у них пьесы Шекспира, тогда бы мы лучше поняли замысел автора, чем если бы мы пытались выяснять эти вещи при помощи словаря древнеанглийского языка. Точно так же и евреи, поскольку они являются тем самым обществом, к которому обращается Тора, они способны понять ее замысел. Евреи, изучающие Танах методом библейской критики, являют собой определенный абсурд. Он сам является той личностью, к которой обращен этот текст, но при этом, будучи ученым, ему приходится отключиться от этого и стараться относиться к тексту объективно, а не субъективно. И тогда получается, что он теряет что-то важное в этом тексте и не понимает. Как будто, например, мне пришло письмо от моего друга, и я пытаюсь отрешиться от каких-то вещей, которые знаю я и он, и пытаюсь анализировать это письмо объективными методами, лингвистическими или какими-то научными. Конечно, я какие-то важные вещи пропущу. Вот о чем речь. Немного похоже на то, что произошло с караимами. Первые караимы отказались принимать Талмуд и толковали Танах по-своему. Только через несколько поколений они стали задумываться, что, возможно, в Талмуде все же есть подлинные традиции времен Танаха, и частично приняли его. Что значит, они отказались от Талмуда? Что-что? Да-да. То есть, вот этот подход, почему караимы отказываются от Талмуда? Талмуд – это как раз восприятие Торы тем получателям этого послания, которые в своем поколении его определенным образом толкуют. Караимы говорят, «Нет, вы все исказили, нам нужно вернуться назад и понять, как это изначально звучало». Примерно то же самое говорила Спиноза, что мы должны понять смысл тех слов, как они понимались тогда, и тогда мы поймем послание Танаха. Нам нужно отрешиться от вот этого еврейского народа, который является адресатом этого послания. Еще один пример. Одно из утверждений библейской критики в эпоху Танаха, да, одно из утверждений библейской критики в том, что в эпоху Танаха в Израиле не было веры в загробную жизнь. Она появилась намного позже под внешним влиянием. Основание такое – это утверждение, что понятия «грядущий мир», «бессмертие души» в Танахе не встречаются в прямом виде. Однако это шаткое основание, потому что можно было бы сказать и по-другому, что тот факт, что Писание не упоминает об этом прямо, свидетельствует не об отсутствии веры в грядущий мир, а как раз наоборот, что это было само собой разумеющимся, поэтому нет смысла об этом упоминать. Когда еврей читает стих «Вначале сотворил Бог», он понимает, что есть грядущий мир, уже из первого стиха. Если Бог, который явился ему на Синае, это тот, кто сотворил мир, то не может быть так, чтобы мир остался заброшенным и не изменился. Не может быть, чтобы Бог, который сделал ему столько добра, не исправил недостатки, существующие в творении. И отсюда можно сделать вывод, что вера в жизнь грядущего мира была во всех поколениях. Но чтобы узнать об этом, нужно спросить у самих евреев. Ну, это, мне кажется, вопрос из разряда «Носил ли Авраам кипу?» Как мог такой праведник, как Авраам? Ты знаешь, вот все, что здесь говорится, это очень интересно, это заслуживает обсуждения. Это я не совсем здесь согласен, я не совсем еще понял, какая здесь идея, но какая связь с юбилейской критикой? Окей, это интересно. Какой личности обращает сатана? Юбилейскую критику мы закрыли? Нет, нет. Не закрыли? Нет, мы разбираемся как бы, ну, позиции Равушерки в том, что, чтобы понимать Танах, нужно иметь в виду субъективность той личности, к которой Танах обращается. Очень сложный вопрос. Окей. Это все верно, это все, но юбилейская критика, мне кажется, здесь ни при чем. Потому что без всякой юбилейской критики можно читать отдельно или читать с пониманием личности, или европейские народы читали без всякого понимания личности, и это оказало на них тоже огромное влияние. То есть, сам тезис интересный, важный, но не туда. Нет, интересный вопрос, да, вот он привел Равушерки пример про Шекспира, да, можно было бы точно так же сказать, что пьесы Шекспира обращены вот к его современникам-англичанам. И мы сейчас можем спросить у англичан, которые на том же языке говорят, что имел в виду Шекспир. А как мы... Но мы же не можем найти евреев того времени, понимаешь? Если мы могли найти евреев того времени, был бы другой разговор. В том-то и дело, да, что Равушерки говорит, что современные евреи, они знают, да, что писалось тогда. Они должны понимать, поскольку это к ним обращение. Это очень-очень-очень сложный, сложный третийс, очень. То есть его можно принимать или не принимать, или частично, или обсуждать, но я не вижу прямой связи между ним и библиотической критикой совсем. Может быть, я ошибаюсь. Мне кажется, что здесь речь идет о том, что называется мускомод, а именно о согласии об изначальной, как бы, аксиоматике. Если Равушерки выступает в Ешире, ему не надо там доказывать, что Тора – это не творение рук человека. Это, это божественное произведение, это пророчество, которое было записано Моше. И поэтому дальше, когда он изначально, у него есть эти мускомод, у него начались соглашения, он дальше может им рассказывать про библейскую критику, они будут все это принимать. Но с другой стороны, все попадают в аудиторию людей, которых нет изначально, они подвергают критике. Говорят, давайте поговорим, давайте обсудим, давайте рассмотрим этот текст, как любой другой текст, почему бы и нет. Он говорит, а нет, нет, я буду разговаривать с теми, с теми, которые подпадают в категорию вот такого слушателя. А вот он говорит, какая должна быть слушательная. И он говорит, Моше обращаться к определенной категории людей. Правильно. Но только у Моше не было других категорий людей, по-видимому, вот и все. Была проблема с человеком, который там, Кошеш, эти самые цинь, собирал хворосты во время субботы, или там двое стали пророчествовать, непонятно как, но они все были в одной категории. Проблема сейчас, что этих мускомод их нету. Нормальная аудитория состоит из людей, у которых нет этих, априори этих соглашений. Не знаю, мне так кажется. Поэтому он приводит это до этого. Я согласен с Натаном. Но это, понимаешь, на самом деле, это какое-то такое очень, не знаю, не хочу сказать скользкое, но тонкое место. Как бы Рафширки говорит, ребята, Тора написано для людей, религиозных, которые изначально, люди, анше и муна, которые изначально верят в Бога, говоря русскими словами. А с другими про это бессмысленно разговаривать. Они нас не поймут, о чем мы говорим. И это мне не нравится. О, правильно. А это не тот диалог, который мы хотим вести. Да. Окей, хорошо. Ну, так отсюда следует важный вопрос. Можем ли мы доверять современной трактовке Танаха евреями? Рафширки говорит, что да, потому что это та самая идентичность, которой был обращен Танах три тысячи лет назад. Все остальные скажут, конечно же, нет. Да, у них там изменился язык, как у зрителей Шекспира. Да, и поэтому они могут сами забыть там что-то, они могут сами что-то не понимать, и поэтому должны изучать то, что было тогда, да, и пытаться понять. Вот в чем вопрос. Окей. Хорошо. Пошли дальше. Поэтому важная часть работы, возложенной на наше поколение, говорит Рафширки, это восстановление изначальной еврейской идентичности, которую читал Танах в ту эпоху, когда он был там. И это далеко не простая задача, поскольку народ Израиля возвращается к жизни после долгого изгнания и больших изменений, произошедших в сознании человека. Нужно постараться восстановить основные компоненты этой идентичности, и тогда мы сможем читать главы Танаха в их подлинности. К этому идеалу стремился Раф Кук. Послушай, ну не говорит ли он здесь просто другими словами, если выразить совершенно простой лозунг, а именно, Раф Ширки хочет Лаокзир Йудим Батшува. Он хочет евреев вернуть религию отцу. Вот и все. Просто он это говорит другими словами. Тут вообще не про религию, тут про возвращение. Он говорит идентичность во время Моше. Послушай, идентичность во время Моше означает, что люди, которые, можно сказать, видели, которые слышали Бога, которые принялись на искать откровения и так дальше. И поэтому эта категория куда надо вернуть всех израильтян. Тогда с ней можно будет разговаривать. В общем, это все очень проблематично. Да, и в общем, это, я не знаю, если это так, как мы понимаем, то это действительно звучит вообще говоря, ну можно сказать, проблематично, да. Мне кажется, что да. Окей, пошли дальше. Если можно, я добавлю свою каплю. Пожалуйста. Да, конечно. Да. На самом деле, поскольку Тора не является научным трудом и в ней много содержания, которое как бы должно быть экзистенциально оправдано, то получается так, что евреи изучают Тору вот эти три тысячи лет, и поэтому они глубже ее понимают. И поэтому евреи должны исповедовать иудаизм не только потому, что когда-то евреи были первыми, кто выслушали, а именно потому, что в генетику вкладывается это знание. И мы с вами знаем, что евреи отличаются от русских, китайцев и так далее. Есть нечто неистребимое. Может быть, так повлияла Тора. Может быть, евреи так повлияли на Тору. Но этот элемент иррациональный должен присутствовать и в научном отношении к Торе. То есть глубокий раввин и глубокий православный ученый, они разные по глубине понимания Торы. Ну, при всем при том, конечно, ну и так далее. То есть мы не должны исключать эту мысль об особости нашей и предназначенности и избранности. Каждый отдельный человек нет, но по сути это является неотъемлемым признаком. Ну, вот что-то такое. Извините. Это интересный вопрос. Он очень важный. Я согласен, что он требует обсуждения, но он уж точно не в вопрос библейской критики. Конечно. Конечно. Это да. Это да. Хорошо. Пошли дальше. Итак, последний отрывок, который мы сегодня разберем. Эпоха Танаха отличается от нашей. Из того, что сказано выше, мы видим, как сильно эпоха Танаха отличалась от той, в которой мы живем. И это нужно помнить, когда мы подходим к изучению Танаха. Сегодня очень трудно представить себе мир, в котором существует пророчество, потому что такого явления, как пророчество, сегодня нет. И мы можем только предполагать, что такие ключевые вопросы, как отношение между Богом и миром, или критерии, по которым можно судить моральные поступки человека, эти вопросы имели тогда совершенно другой смысл. Пример. Вот вторая часть Шмат. Я тут привел. Тут мы можем увидеть, что некоторые явления природы зависят от поведения человека. Цитата. «Берегитесь, чтобы не соблазнились сердца ваши, и вы не свернулись в пути, и не стали служить другим богам и поклоняться им. И разгневается Господь на вас, и закроет небеса, и не будет дождя, и земля не даст плодов своих. И скоро пропадете вы с этой хорошей земли, которую Господь дает. Для современного человека такая связь между поведением человека и выпадением дождя кажется мистической и нереальной. Но для древнего человека это было чем-то простым и очевидным. Прекращение дождей было признаком того, что в мире что-то не в порядке, что нарушен баланс между высшим и низшим, и поэтому человек должен это исправить. То есть, то, что было естественным для человека в древние времена, и это совершенно непонятно современному человеку. Еще один пример. В наши дни в мире есть верующие и неверующие атеисты, или просто светские, или, как это говорят, агностики. А в древние времена человеку даже в голову не пришло бы сказать, что Бога нет. Всем было ясно, что Бог есть. Вопрос был в другом. Служит ли человек Богу, как Богу Израиля, или он служит идолом? Более того, именно потому, что божественное присутствие в мире было настолько очевидным, поэтому было так легко ошибиться и служить другим богам. Пророк Малахи прямо говорит, что все язычники на самом деле хотят служить Всевышнему, но делают это неправильно. Цитата. Ибо от восхода солнца до заката его велико имя мое среди народов, говорит Господь Свобод. Здесь говорится о времени, когда народы занимались идолопоклонством в разных его проявлениях. Но тем не менее пророк утверждает, что на всяком месте возносится воскурение и приносится жертва чистое во имя мое. И даже тот, кто приносит жертву Молоху или Зевсу, делает это во имя Господа. Раби Шлома и Бангвероль в своей песне «Кэтр Малхут» подчеркивает этот момент. «И не умолят славы твоей те, кто поклоняются не тебе, ибо все желают достичь тебя». И поэтому, когда мы читаем Танах, нам следует помнить, что основные жизненные понятия тех времен существенно отличались от понятий наших дней. Да, есть какие-то комментарии? Я полностью согласен, это все совершенно правильно, совершенно важно, но еще раз не по теме. Нет, это подготовка предисловия к тому, что мы будем разбирать аргументы еврейской критики в следующий раз, с Божьей помощью. Мне кажется, что здесь Рабшевки приводят примеры правильного видения мира. Правильного, можно сказать, правильного, то есть научного видения мира. Вот так надо правильно видеть мир. Это еврейский подход. То есть, что тогда она была в мире шхина, и тогда было пророчество, и из этого следуют все эти тексты. А современный человек это отрицает, и поэтому он исходит из того, что это не было, и пытается поэтому находить разные источники и так далее. Пинхас, что у вас есть сказать? У меня есть сказать, что все это важно, все это интересно, это все очень существенно. Вгляд Чека Танаха был другой, но на тему библейского пророчества я бы ожидал, что будет, как его звали-то, который сделал теорию шаховод. Ну, что будет броер после библейской этики, это будет по делу, прямо, непосредственно и очень важно. А если на следующем уроке? Окей, хорошо, давайте на следующем уроке. Хотел спросить, как вот по поводу моих замечаний я отправил в виде текста, согласны вы или нет, что первично все-таки не рассматривать методологию, как бы отношения науки и веры, а сначала коренные противоречия объяснить. Ну, вот, по-моему... Ну, мне кажется, что науки и веры мы уже обсуждали. Сейчас уже не наука и вера, а библейская критика, не одно и то же. А, ну, просто мы закончили на прошлом уроке вот этим... Да, да, теперь я хочу сказать, что я здесь не совсем правильно посмотрел. На следующей неделе мы можем, я могу тоже сделать занятие, я зря считал, что не могу, а вот дальше два раза, 22-го и 29-го, это на фэсок выпадает. Поэтому там заведомо нету. Поэтому, если можно, значит, на следующем занятии через неделю, потом два раза выпадает, а потом йомашо, йомазикарон, но это, по-моему, не препятствует. Вот такое наше... То есть, ближайшее занятие, я думал, что не будет, это я писал Натану и Андрею, но я был неправ. Можно сделать следующий раз, через неделю. А вот через две и через три недели точно выпадает и запас. Хорошо, значит, на следующем занятии мы с Божьей помощью разберем каждый из аргументов библейской критики. Есть еще какие-то комментарии, вопросы? Посмотрим, как это будет дальше развиваться. Окей? Мы свою критику в отношении критики Рава Шефте сказали. Окей, прекрасно. Тогда мне кажется, что мы как раз более-менее закончили на сегодня и через неделю продолжим. Окей. Всем спасибо. Господа критиканы, всем счастливо, пока. Всем пока. Останавливаю запись. Субтитры сделал DimaTorzok